Меня зовут Дима, я из Тольятти. Вывоз в Тольятти, жил тоже в благополучной семье, как и Катя. Родители любили меня, пытались обеспечить всем. В общем, в детстве у меня было тоже беззаботное, такое счастливое, лет на 13. В 13 лет я попал в другую компанию, новую для меня. Там я попробовал алкоголь, легкие наркотики. И вот до 17 лет я жил вот такой раздульной жизнью. В 17 лет я попробовал героин, и 2 года употреблял до 19 лет героин. Пока меня не призвали в армию. Каким-то чудом я прошел медкомиссию, меня взяли в армию. Там я, естественно, первый месяц болел очень сильно, лег в госпиталь, перетерпел это все. Прошел военную службу, я думал, что я креп, потому что все, никакие наркотики меня не победят. Я выйду, и сейчас людей будут за собой, все, я наркомат выйдем оттуда. Какие-то мечты были, ну, непонятные. Вот, пришел, как бы пытался сначала что-то кого-то, там, к спорту, к чему-то еще. Ну, в итоге, как вот на лестнице, да, если я чуть выше, то они чуть ниже. А меня просто утянули вниз. Как бы сначала началось все с алкоголем, потом также наркотики. И все, я попал опять в это колесо. Вот, и пять лет я был в этом колесе. То есть, пытался как-то освободиться, пытался кодироваться, он тоже и алкоголь употреблял. Кодироваться пытался, пытался. Вот уже в рецентрале здесь, вот, у баптистов один раз был, пять раз у харизматов был. Ну, то есть, ну, туда шел, не с какой-то целью бросить, да, там, пересидеть, что-то там, переждать, да, как-то, может быть, какое-то чудо, может быть, но ничего не происходило. Вот, и в итоге, через пять лет я дошел до очень такое сильное отчаяние, очень сильно отчаялся. И позвонил одному парню, который все пытался мне помочь, я с ним месяц в церковь, баптистам тоже ходил, ну, все, бесполезно, да. Позвонил ему, отправление туда хочешь, ну, все, я больше так не могу, все, у меня уже, ну, последняя стадия, да, я уже до самоубийства дошел, ну, то есть, неосознанно тогда с похмелья проснулся, я, да, то есть, у меня были перерезаны вены, да, и, как бы, я был в шоке от себя, как такое могло могло произойти, вот, позвонил эту пару, Максовую, отправляли меня, Макс меня отправил, вот, в Еруху на реабилитацию, вот, первый месяц, конечно, я ничего не принимал, вот, через месяц где-то я покаялся, произошло покаяние, вот, через два месяца, когда прошла мне реабилитация, Артем попросил меня остаться помощником, остался помощником, вот, 15 вячесла, 15 июля я принял крещение, и сейчас, вот, занимаюсь служением реабилитацией, слава Богу! Слава Богу!